Родился я в Краснодаре, собственно тут и живу. Занимался в детстве я почти всегда рисованием, мне это было интересно. Также занимался лепкой из глины, очень много всегда гулял. Любил находиться на улице, больше проводить время, нежели там за компьютером, либо в каких-то помещениях, что собственно и сейчас присуще мне. Люблю свой город, мне нравится здесь жить, мне нравится климат. Был в Питере, там больше движухи в плане творчества, вот это конечно цепляют. В Краснодаре мне этого не хватает, очень сложно собраться и там сделать какой-то хороший совместный продукт. А там больше возможностей, больше людей творческих, больше мест, раскладов интересных. Вот в этом плане может быть как-то и задумывался пожить в каком-то другом городе. Цель как бы поездить, других посмотреть себя, показать, больше выбираться за пределы родного города, чтобы были более интересные работы, более интересные формы шрифтов. Над этим надо работать, что собственно я пытаюсь сделать. А конечной цели нет, я даже не хочу думать об этом, зачем она нужна. Были мысли зачем я это делаю, но мыслей забросить как таковых не было. Касательно чем бы я занимался, да не знаю чем бы я занимался на самом деле, мне кажется тоже бы рисовал, но не граффити. Но то, что в моей жизни получилось так, как получилось, я очень доволен. Постоянная самореализация. Больше с годами хотелось бы прийти к концентрации на чем-то, отбросить излишнюю рассеянность. Порой, начиная чем-то заниматься, ты очень быстро отвлекаешься на что-то другое и это мешает. Это, наверное, даже не в плане творчества, это в плане работы у меня так получается. Стать более концентрированным на определенных вещах. Вот что я хочу. И, наверное, в некоторых моментах какую-то лень в себе убить, потому что именно она стопорит какой-то прогресс и результат. У меня хорошо в детстве складывались отношения с родителями. В принципе, они мне, в чем я им, собственно, благодарен, они никогда жестко мне не навязывали свое мнение, что должно быть именно так и никак иначе. То, что они взрослые, они прожили жизнь, они правы. Они мне давали свой выбор. Может быть, я даже видел, что им что-то из того, что я делал, не нравилось, но они мне это не запрещали. Они никогда с этим не боролись, но некоторые не видели рисунки там случайно на компьютере или еще где-то, чтобы они, может быть, не хотели видеть, потому что были у меня проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться, когда я там был несовершеннолетним, и эти проблемы разруливать. Причем на определенных моментах именно эти проблемы были достаточно серьезные касательно рисования на железнодорожных таких объектах. Несмотря на все это, они мне никогда ничего не запрещали. Благодарен. Они мне давали делать свой выбор. Я никогда не задумывался о смене религии, никогда не был атеистом. Единственное, над чем я задумывался, то что человека крест при рождении. Быть может было бы правильно дать ему немного подрасти, сделать свой собственный выбор. Любовь к приготовлению пищи. У меня зародилось с детства, я любил что-то всегда делать. В отсутствии родителей, взрослых дома, впоследствии это во мне так и осталось. Это повлияло на выбор моей профессии, по которой я не работаю. Я оставил это хобби. Не хочу, чтобы это было на постоянку в обязанности. Нет, это для души. Так же, как и рисование. Потому что, когда ты хочешь рисовать, и тебе навязывают что-то другое, ты от этого удовольствия не получаешь. И так же ты не получаешь удовольствия в приготовлении одного и того же. Из того, что мне не нравится, из того, что меня реально может завести, это когда на меня повышают голос, когда мне хамят. Мне не нравятся так же люди жадные. Но это не тот случай, когда вывести от себя. Это просто такое внутри переживание неприятное. А в принципе я спокойный человек. Наверное, ничего такого больше не отмечу. Есть люди, на которых ты смотришь, с ними хочешь пообщаться, познакомиться, знакомишься и делаешь какой-то общий продукт. Вот это кайф, это результат. Никогда не видел в граффити конкуренции. Я не пойму даже в чем она. Есть люди, с которых ты что-то смотришь, подчеркиваешь лучшее, анализируешь их взгляд, что-то от них перенимаешь, делишься с ними. Но конкуренции в граффити я не понимаю, что это такое. Это что, кто больше кусков нарисует, да ну что за бред? Очень многие люди отсеиваются с граффити по причине того, что это в принципе довольно таки затратно. Вот я считаю, от этих факторов зависит твоя активность, занятость и финансы. Часто рисую один, что мне при этом помогает. Музыка в большинстве случаев. Так настроиться, да, попить чаю, чабани, посидеть. Касательно время провести один, это наверное не только в рисовании, в принципе, люблю. Это не то, что какое-то затворничество, нет. У меня там много друзей, знакомых с кем я регулярно общаюсь, но это нужно. Нужно проводить время одному, лично мне. Просто необходимо пребывать в одиночестве. Нельзя постоянно находиться с кем-то по той простой причине, что надо всегда и в себе покопаться, заметить какие-то изменения, которые произошли с тобой за это время. Проанализировать, подумать, почистить мысли. Когда ты находишься с кем-то в компании, там у тебя множество отвлекающих факторов тебя. Ты постоянно уделяешь время кому-то и решаешь непроизвольно задачи толпы, а не свои. Нужно грамотно разделять уметь, то есть делаю время, потехе час. Нужно не только, наверное, ну по моему субъективному мнению отдаваться полностью там рисованию, вот там тру графичек и все. Всегда хожу, всегда бомблю и по сути больше ничем не занимаюсь. Но так тоже далеко не увидишь. Потом в определенный момент ты можешь очнуться и понять, и хули толку. Грамотно разделять, строить свою жизнь. Конечно, уделять время творчеству. Быть достойным человеком. Не было зависимости, которая на меня сильно давила. С курением я больше боялся бросать. Все оказалось гораздо легче, чем я думал. А вообще мое отношение ко всему этому, какие-то должны быть очень сильные внутренние ограничители. Ты должен себя очень жестко уметь стопорить. Друзья, которые в случае чего тебе скажут, что приокстись. И во все эти вредные привычки не надо как-то нырять с головой. К этому нужно очень, очень аккуратно относиться. Быть может, есть такое утверждение, что все хорошо, но в меру. Но многие так говорят, думают, но нужно уметь себя стопорить. И потому что, наверное, сам не заметишь, как тебя это затянет. Ты думаешь, что там по щиколотку, уже по пояс. Раньше в основном я читал зарубежную литературу. Как-то прям по молодости прикалывался по-буковски, к эрваку. Потом начал разбавлять чем-то более серьезным. Это может быть Сартер, Камиу, Кавка. Также Достоевский, Солженицын. Из современников Витька Пелевина. Вот выделю прямо. Бесит, как там живут обычные люди. Когда люди вынуждены просто ходить по помойкам и собирать бутылки и прочее. Какое-то запугивание. То, что демократия, которой нет, в принципе, это понятно. Свобода слова, которой нет. Ты просто хаваешь какие-то нововведения, оскорбления власти и прочее. Все ведет к тому, чтобы ты просто заткнулся и хавал. Хавал все, что тебе дают. Открытая пропаганда. Какая-то политическая информация, которая льется со всех сторон в уши. Которая неинтересна, противна. Которая тебя уже напрягает, бесит. Но ты постоянно с ней сталкиваешься. Хочешь ты этого или не хочешь. Увереннее чувствовать в этом мире. Более твердо стоять на ногах, чтобы уже что-то за тобой было. В планах найти ту достойную девушку, с которой бы хотел построить семью. В планах также и рисовать. Но и чтобы появлялись более другие значимые для человека взрослого уже цели. Цели есть, чтобы было достижение этих целей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ื